Путин, введи войска. Часто используешь этот хэштег, но если ты желаешь втянуть Россию в войну, ответь для себя. Готов ли ты наблюдать за этой войной, не глядя в монитор, а своими глазами, сидя в окопе? Думаешь, до этого не дойдет? Ты ошибаешься. Спровоцировать ввод российских войск на Украину – это важнейшая задача для Соединенных Штатов. Одна из целей США – списать крах экономики Украины на Россию. Давайте будем реалистами. Украину не возьмут в состав Евросоюза, а кредиты МВФ не помогут экономике восстановиться. Но как только на Украину войдет наша армия, Россию можно будет обвинить во всех бедах украинского народа. Ведь это из-за России перестали платить пенсии и пособия. Из-за России разрушена вся промышленность. Эта Россия забрала украинцев их европейскую мечту. Конечно, можно выполнить требования диванных генералов и ввести войска. Но как это будет выглядеть для мирового сообщества? А вот как. Россия вводит войска без резолюции ООН на территорию независимой Украины. Правительство Украины Россию об этом не просит. А то правительство, которое просит, пока что никем не признано. Для мирового сообщества это будет называться одним словом – агрессия. А против агрессора Запад настроит весь мир. Станут ли союзники России поддерживать агрессора? Даже если мы просто введем бесполетную зону над юго-востоком Украины, американцы и НАТО могут ввести бесполетную зону уже для наших самолетов и ракет. Что если они собьют российский самолет? Как на это реагировать? Бросить танковые колонны к Ла-Маншу? Начать войну со всей Европой и Штатами? Плюс Канадой и Австралией? Так ведь именно этого США и добивается. Америка задыхается от колоссального госдолга, который превышает 17 триллионов долларов. Им срочно нужна большая война. Массовое банкротство компаний, крах держателей долговых расписок, схлопывание рынка ценных бумаг – это триллионы сгоревших виртуальных денег. Госдолг обнулится. ВПК и экономика Штатов получат новые заказы со всего мира. Это их шанс избежать неминуемое банкротство. России эта война не нужна. Оттягивание конфликта настолько укрепляет. Но в Донбассе гибнут люди. И руководство России оказывается перед выбором. Плохое решение или очень плохое. Погибнут сотни или погибнут сотни тысяч, а то и миллионы. Это страшный выбор. Но такова реальная геополитика. И когда ты в очередной раз заявляешь, что Путин слил юго-восток, задумайся, к чему ты толкаешь свою страну. Если ты не готов с оружием в руках защищать интересы своей страны, хотя бы не нагнетай истерию. В геополитике нет места эмоциям.